Интервью с лучшим знаком сегодняшней игры Илаха Мамедзаде. Илаха, вы сегодня провели первую игру в телевизионном клубе и сразу же стали лучше, несмотря на то, что команда, к сожалению, уступила в счете. Давайте сначала поговорим о ваших общих впечатлениях об игре. Скажите, как вам ощущения от игры в телевизионном клубе? Ощущения? Я пока немножко в шоковом состоянии пребываю. Ощущения не описать, не рассказать. Что я могу сказать? Не рисковать? Не могу описать словами. Скажите, вы вместе с Русланом, новички этой команды, скажите, как проходили тренировки с Рошаном Аскеровым, как вы готовились к этой игре? Тренировки у нас были каждый в неделю, даже иногда несколько раз. Рошан очень пытался всячески описать и показать, как будет на игре, как будет вести себя ведущий, как надо говорить. Минута пошла, минута закончилась. Потом обсуждали все недочеты, неправильные версии, правильные версии. В общем, почти полная имитация игры было, не хватало только гонга и черного ящика. Ваше личное ощущение, вам удалось сразу включиться в игру или вам потребовалось несколько стартовых раундов для этого? Нет, вот где-то начиная с раунда третьего, уже да, включились. Как-то вот первые два, вот это ощущение прострации полной. Так вообще ничего не с тобой происходит. А уже с третьего раунда, уже игра пошла, и счет у нас изменился, нашу с пользу. У нас игра пошла с третьего раунда. Хотя на первый вопрос мы ответили правильно, но последующий, второй, это было как-то эйфорическое состояние. Скажите, вопрос о шпагах, версия, которую вы придумали практически сразу, вы знали этот факт, либо вы же догадались? И как вы догадались? Это первое, что пришло мне в голову, потому что человек, хотя бы один раз смотрящий вот эту полемику у них, как это происходит, сразу приходит на мысль о том, что безопасное расстояние, и еще вопрос был, что за кулисами. То есть первое, что пришло в голову, это оружие, шпага, потом был зонтик, но на зонтик ВФА сказал, что его тогда не было, еще не изобрели. Поэтому вот мысль первая, что защищайтесь, шпага. Теперь команда сыграет через полгода. Скажите, как по-вашему для вас лично рецепт успеха для того, чтобы, во-первых, остаться в тонусе, и улучшить, наоборот, показатели командного взаимодействия, личной игры, для того, чтобы уже в осенней серии одержать победу над телезрителями? У команды есть четыре игрока, которые играют. Они, как-то у них вот есть ощущение друг друга. Мы с Русланом немножко пока что новички. Вот я думаю, что вот эти тренировки мы это исправим. А общее пожелание и совет не расслабляться. Потому что как только расслабляешься, теряешь этот тонус и все. Желаю нам не расслабляться. Большое вам спасибо, Илаха. Не расстраивайтесь и желаем успехов в вашей следующей игре в телезрительном клубе. Спасибо вам большое. Вам тоже спасибо за поддержку, за то, что вы нам помогали в организации, в тренировках и во всем остальном. Спасибо большое. Спасибо вам.